Павел Леснянский, директор Института стратегических исследований безопасности, основатель Восточной правозащитной группы, у нас в эфире. Приветствуем вас, Павел. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Так много преступлений российских оккупационных сил на временно оккупированных украинских территориях. Мы каждый раз включаем вас, и каждый раз новая грань этого государственного цивилизационного садизма. Сегодня говорим о шахтах. Вроде бы бизнес и ничего больше, особенно, знаете, когда 10 лет назад они начинали всю эту страшную свою оккупационную историю, казалось, что уж что-что, а шахтами они будут пользоваться, зарабатывать любят, наворованным особенно. Что же случилось, что они до такого состояния довели хозяйство шахтерское в Донбассе и сами признают нерентабельным то, что украли? Ну, смотрите, во-первых, необходимо понимать, что большая часть шахт в Донбассе и вообще в регионе, она была датационной. То есть государственный бюджет Украины, он датировал угольные шахты, потому что, ну, все понимали, что нельзя закрывать шахты, потому что для региона это целая отрасль, люди должны где-то работать, чтобы не было социального взрыва. Поэтому платились дотации из государственного бюджета Украины. Платились они все время. Те шахты, которые были прибыльные, такие были, это такие предприятия, как Сверлов антрацит, это как Равенки антрацит, вместе там порядка 30 шахтов. Это были прибыльные предприятия. И, соответственно, часть из них после того, как президент там стал Янукович, были переданы в концессию частным предприятиям. Но на этих шахтах ими тоже нужно было управлять, на них тоже нужно было работать, этот, как бы, целый комплекс. Плюс необходимо понимать, что уголь, который использовался на этих шахтах, он использовался через производственные цепочки. То есть уголь, к примеру, из Луганской области, коксующийся, поступал на предприятие металлургического комплекса, ну, скажем, в Мариуполе. То есть регион был связан с производственной цепочкой. И, соответственно, это все работало, и работала экономика Украины. В 2014 году, когда территория была оккупирована, и над шахтами был установлен контроль оккупантов, сразу вопрос, где дотации на заработные платы? Их нет. Каким образом? За уголь продавать, потому что русские оккупанты дотугой просто забирают. Соответственно, шахта не получала прибыль. Ну, и вот таким вот образом, а еще есть такое понятие, как откачка воды, и обновление оборудования, и на это все нужные деньги. Соответственно, вот все, все практически вот шахты, они пришли в упадок. А потом их оккупанты еще начали резать на металл. Причем они резали на металл такие конструкции, как шахтный копер, который фактически служит для поднятия людей на поверхность. То есть такие конструкции, которые если ты порезал на металл, то на шахте поставят крест. И вот они постепенно начали вырезать шахтный металл. На данный момент, вот ту статистику, которую вы озвучили, но она еще плачевнее. Там осталось, по-моему, работать 3 или 4 шахты всего, а остальные, которые они называют работающими, они их законсервировали и выставили на продажу. И якобы сказали, что когда найдется инвестор, тогда эти шахты возобновляют работу. Но по факту эти шахты уже сейчас не работают. По сути, мы можем сказать, что за период 10-летней оккупации Российская Федерация на оккупированных территориях Гонбасса попросту ликвидировала всю угольную промышленность, которая работала до оккупации весь период при независимой Украине. А если мы посмотрим историю российских шахт на Ростовском Донбассе, потому что Донбасс это термин геологический, в Ростове тоже есть такие вот. Донбасс в том числе входит и в Ростовскую область, и там тоже есть шахты. Так вот эти шахты в России перестали существовать еще в 91-м году. Украина же после распада Советского Союза, эту угольную промышленность, она сохранила работу людям, заработные платы, вывела на рентабельность определенное количество шахт, и все это работало, и регион жил и процветал. Но на сегодняшний день, благодаря российской оккупации, этот регион пришел в упадок. По поводу того, что происходит сейчас с шахтами, насколько это может быть связано еще с тем, что попросту продолжают так называемую мобилизацию на временно оккупированных территориях, и просто некому будет работать на этих шахтах. Что просто россияне пытаются использовать людей, которые остались на временно оккупированных территориях, для своих целей, и им абсолютно все равно, что будет дальше с производством. Ну, смотрите, этап ликвидации шахт, соответственно, людей на временно оккупированной территории, он происходил в несколько этапов. Первый этап – это с 2015 по 2019 год, когда шахты пришли в упадок, на оккупированные территории зашли российские горнодобывающие компании, начали рекрутировать людей, чтобы они уезжали в Россию работать, потому что это дешевая рабочая сила. Первый этап произошел тогда, 2020-2021 год, это два года перед полномасштабным вторжением. Окупанты за два года ликвидировали порядка 60 шахт. Тогда произошел второй отток, миграционный отток рабочей силы из региона. И третий этап – это 2022 год, принудительная мобилизация, когда оставшихся шахтеров, которые работали на шахтах, попросту принудительно отправляли как живой щит на фронт. И, соответственно, таким образом они также лепили. А те, которых не мобилизовали, они же побоялись идти туда работать, и попросту начали бежать из региона. А уже в конце 2022 года был репортаж, кстати, оккупационного СМИ, который подтверждал, что в сферах и на шахте начали работать женщины. Поэтому, да, то мнение, которое вы сказали, оно полностью подтверждается, что эти предприятия русским не нужны. Надо понимать, что угольные шахты на Донбассе, они очень глубокие. И там, в принципе, весьма тонкие и тонкие пласты от 0,7, от 70 сантиметров до метра расстояния угольного пласта. И добыча угля на этих шахтах, она очень дорогая. А у России есть угольные карьеры, которыми она просто черпает уголь экскаваторами. Соответственно, ей эти предприятия и шахты не нужны, а люди, которые там остались, она их попросту использует в очередной этап мобилизации, как это уже было неоднократно с 2022 года. Как раз, Павел, ровно о мобилизации вновь, продолжая вопрос Каролины. Мы сейчас пристально следим за тем, как будет действовать Путин, будет ли объявлять дополнительную мобилизацию, полноценную, не ту гибридную, которую они продолжают вести без остановки, а вот прямо принудительную мобилизацию, масштабную. Что в этом смысле могут на себе ощутить в очередной раз временно оккупированные украинские территории люди, учитывая, что по всем расчетам не просто должна идти эта мобилизация, некий предел у этого всего есть. Вот как вы думаете, Павел? Смотрите, я скажу, что украинское население, граждане Украины, даже те, которые лояльны оккупантам, оккупанты сами называют их, мне так говорят, криптобандеровцами. И то, что мне известно, это то, что у русских есть четкое намерение, как можно больше уничтожить украинцев на временно оккупированных территориях, территориях, часть оставшихся растворить, отправить в отдаленные регионы Российской Федерации, все видите, людьми, гражданами Российской Федерации, для того, чтобы на временно оккупированных территориях Украины вообще не было граждан Украины, чтобы такого явления попросту не было. И соответственно, отвечая на ваш вопрос по поводу мобилизации, я вот что скажу, в первую очередь, но она и сейчас есть. Дело в том, что может быть она не такая масштабная, но в отдельных районах в определенные дни они все равно это практикуют. Там есть целое специальное подразделение военной полиции и Министерства обороны Российской Федерации, которые вместе с Росгвардией занимаются этим направлением. И вот они попросту хотят, когда будет полноценный этап применительной мобилизации, они попросту туда отправят граждан Украины, никого не будут спрашивать, используют их в своих целях и будут их именно кидать в те эпицентры боевых действий, чтобы их как можно больше умерло. Поэтому это как бы такая вот непопулярная тезь, но это так, это намерение оккупанта, и оно правдивое, и мы должны четко осознавать и не строить никаких иллюзий по поводу действий Российской Федерации по отношению к гражданам Украины, которые проживают на оккупированной территории. И поговорим еще о гуманитарном аспекте. Россия не назначает директорами школ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей лаборантов и дворников. Все это из-за острого дефицита педагогических работников. Об этом, по крайней мере, сообщают в Центре национального сопротивления. Прежде всего, речь идет об учителях старших классов и представителях администрации учебных заведений. Большинство педагогов на временно подконтрольных России территориях просто отказываются сотрудничать с оккупационными властями, а многие учителя продолжают дистанционно преподавать в украинских школах. Но и в то же время из России ехать педагоги не хотят, даже за обещанные зарплаты, гарантированное жилье. Если такие все-таки находятся, то это в большинстве студенты российских педагогических вузов. Помните, мы с вами обсуждали то, что все-таки приезжали ранее преподаватели, просто сложно понять, в каком масштабе это все происходит. То есть на данный момент можем констатировать несколько усугублений ситуации для оккупационных властей, либо все-таки это продолжающийся процесс. Ведь раньше как-то еще приезжали преподаватели из России. А что сейчас происходит? Не, ну смотрите, и сейчас приезжают, как раз их называют преподавателями. Ну и правильно сказали, это могут быть студенты старших курсов. Русские оккупанты, они придумали стимул. Они завлекают молодых специалистов на временно оккупированных территориях жильем, квартирой. Они массово сейчас раздают квартиры, то есть на временно оккупированных территориях. Откуда они взяли эти квартиры? Все очень просто. Они их конфисковали у местных жителей. Они их конфисковали у тех людей, которых депортировали временно оккупированных территорий. То есть запретили въезд на временно оккупированную территорию. Ну там написано на территории Российской Федерации. Они, что я ее считаю, Российской Федерацией. А местные жители просто ехали там из другой страны на временно оккупированную территорию гражданин Украины. Им запретили въезд. Имущество у них конфисковали. Это конфискованное имущество, они их берут в такие муниципальные фонды живой собственности. И вот завлекают жителей, специалистов молодых из Российской Федерации, из другой глубинки. Вот приезжаешь работать на временно оккупированную, даем тебе сразу трехкомнатную квартиру. Ну они что-то умалчивают, что это трехкомнатная квартира была украдена у семьи, у граждан Украины. То есть вот таким вот образом они поступают, да, к сожалению. Еще один момент, да, то, что у них не хватает не только учителей-медиков. Там есть полный там перечень практически во всех специальностях. Там у них есть дефицит рабочих. Причем не просто дефицит, а большой дефицит. Да, и вот то, что мы недавно выяснили, это то, что русские хотят создать на временах оккупированных территориях новое подобие булава, гибридные колонии. И сейчас вот проходит такой процесс, до 2026 года они хотят, это их намерение построить новые места лишения свободы, именно большие такие колонии, колонии-поселения на оккупированных территориях. А в Иркутской области, в Красноярском крае, других отдаленных регионов Российской Федерации, они попросту эти колонии закрывают. То есть мы видим перемещение колоний из отдаленных территорий Российской Федерации на оккупированные территории Украины. Для чего? Для того, чтобы туда комплектовать, чтобы со всей России туда отправлять заключенных, которые совершили преступление. У них есть такой прям проект, он называется «Гибридные колонии». И туда в эти гибридные колонии будут направлять в том числе молодых специалистов. То есть заключенные это будет как рабочая сила, к примеру, где-нибудь там на шахтах работать, еще что-то, но им же надо управлять, к примеру, производством или еще чем-то. И вот они планируют туда направлять в том числе и молодых специалистов. Вот такие, к сожалению, страшные планы и фантазии есть у оккупационных администраций по отношению к временно оккупированным территориям Украины. Мариупольцы, потерявшие из-за российской оккупации жилье, несмотря на обещания российских властей, расселить их вынуждены самостоятельно искать себе место жительства. Те, у кого нет денег, на аренду живут просто под открытым небом. Об этом сообщают в Мариупольском городском совете. Так, например, в местных пабликах появилась информация о женщине, которая живет в заброшенном детском саду на бульваре Шевченко, рядом с могилой ее родителей, погибших во время блокады города. Она подрабатывает днем на рынке, ночует в детском саду. Множество таких историй. И тут, Павел, я хотел от вот этого ужаса конкретных людей перейти к контексту, в котором мы сейчас это обсуждаем. В Москве задержан Тимур Иванов, заместитель министра обороны Российской Федерации, который курировал по линии Минобороны, в том числе, как они это называют, восстановление стройки, военные стройки на оккупированных украинских территориях. Мы можем хотя бы как-то оценить уровень воровства, которым они там занимаются, на разрушенных, на просто обломках, осколках, руинах, уничтоженных ими городов? Нет, ну смотрите, то есть как бы я не могу судить, у меня нет точно цифры, сколько они туда ввели денег, да, то есть как бы там, я слышал там миллиарды рублей и так далее, но я могу дать оценку тому, что выполнено из того, что они обещали сделать, да, вот таким вот образом я могу дать оценку. Так вот, мы проанализировали то, что обещали там оккупационные администрации, там ремонт жилого фонда, там запуск предприятий, инвестиции в предприятии, ремонт дорог и так далее. На сегодняшний момент, вчера буквально подводили итог, из того, что они обещали, они всего лишь сделали 9%, если брать 2022 год аннексию временно оккупированных территорий. Только 9%. Соответственно, мы можем предположить, что и коррупция там достигнута свыше 90%. То есть все остальное они просто украли, распилили, потому что, к примеру, они там обещали отремонтировать дороги, но опять же, дороги ремонтировали там, скажем так, не они, а это был коллективный проект, отремонтировали только какие-то куски дороги. Там, например, на оккупированной территории Луганской области, та, которая еще до 2014 года была, есть такие дороги, которые вот по направлению антрацит-красный луч-Луганск, по которым, ну, просто нельзя проехать. Люди добираются там из антрацита в Луганск, а это 70 километров, ну, порядка двух, половина и трех часов. Да, вот такое состояние дороги ужасное. Ну, естественно, отсюда мы можем сделать вывод, что коррупция там запредельная, и они действительно на этом зарабатывают и наживаются. Павел, благодарим вас за то, что вы присоединились к эфиру «Фридом». Спасибо. Павел Олесянский, директор Института стратегических исследований безопасности, основатель Восточно-правозащитной группы, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.